МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Доброе утро в студии Светлана Антимонова. В этом выпуске вы узнаете о качестве масок с наносеребром, правительственных грантах и о том, зачем военным чеснок. Обо всем по порядку. Европейские ученые подтвердили, что маски, разработанные в Новосибирске, защищают от коронавирусной инфекции на 99,9%. Новые средства защиты, созданные с применением наносеребра, изучили ученые из Неаполя. Благодаря этому новейшая разработка Академгородка уже через две недели будет доступна для заказа не только в России, но и по всей территории Евросоюза. Примечательно эти маски именно тем, что благодаря наносеребру вирусы, попадающие на их поверхность, не просто задерживаются в ткани, а уничтожаются. При этом для человека средства защиты безопасны. На сегодня это одна из самых эффективных технологий бактерицидной защиты органов дыхания, доступных в мире. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость предложила разработать и принять Единый социальный кодекс. По мнению лидеров партии, такой документ позволит собрать воедино все юридические нормы, которые касаются выплаты льгот, пенсии и других пособий. Сегодня система социальной поддержки населения Российской Федерации регулирует 125 федеральных правовых актов и огромное количество региональных. В партии пенсионеров уверены, в случае принятия кодекса граждане получат возможность узнать, на какие льготы они имеют право, а органы власти оказать помощь в полном объеме и своевременно. Министерство региональной политики объявило конкурс для некоммерческих организаций Новосибирской области, которые могут выиграть гранты для реализации социальных инициатив. На эти цели из регионального бюджета выделят около 40 миллионов рублей. Общественники предлагают самые разные проекты, но в последнее время изменилась их направленность из-за пандемии. Гранты чаще выделяют на помощь тем, кто не может самостоятельно купить лекарства или продукты. Это делают волонтеры. В этом году областное правительство будет продолжать и конкурс «Со мной и регион успешнее». В нем участвуют не только организации, но и жители города, которые предлагают разные варианты благоустройства территорий. От установки лавочек в собственном дворе до скверов и парков на заброшенных пустырях. Кроме того, Новосибирцы активно участвуют и в федеральных проектах. Наши общественники активно участвуют не только в региональных и муниципальных конкурсах в рамках региональных и муниципальных программ, но и в конкурсах фонда президентских грантов. В среднем в течение года на конкурсы фонда президентских грантов наши общественники заявляют до 300 инициатив, практически 70% побеждает. То есть, если можно сказать, опять же, в среднем погоду до 200 миллионов рублей дополнительно из федерального бюджета наш некоммерческий сектор получает. Несмотря на сильные морозы, на станции метро «Спортивная» продолжаются работы. Строители возвели здание станции, перекрытие крыши переходит к внутренней отделке. Пока оконные и дверные проемы станции закрыты временными стенами, чтобы избежать сквозняков. По графику тепло в станции должны подать в феврале, когда закончат монтаж теплотрассы. Необходимое оборудование уже закуплено. Новая станция новосибирского метрополитена станет крупной городской развязкой и разгрузит площадь Марксом, на которой сегодня находится сразу несколько маршрутов общественного транспорта. У нас сроки 21 год. Внутри мы должны сделать все и отопление, и установить оборудование в 21 году. Ну а в 22 году мы планируем к середине года, где-то летом, ну, уточнять будем, может быть, уточняться. Эти графики будут в середине года, станция заработает. 22, то есть до чемпионата, начало чемпионата мира, все будет сделано. Сильные морозы военнослужащих стали кормить чесноком и карамельками. Кроме того, командование Центрального военного округа приняло дополнительные меры безопасности в связи с холодами. Полигоны, войсковые стрельбища, парки воинских частей оборудовали пунктами обогрева личного состава с целью исключения случаев обморожения. Военнослужащие в ходе занятий по боевой подготовке получают дополнительное питание в виде бутербродов, карамели и горячего чая. Для поддержания иммунитета в рацион солдат и офицеры включили витаминные соки, салаты, сало, а также бакаты и фитонцидами лук и чеснок. В Новосибирской области почти на 40% выросли продажи поддержанных машин. Это выяснили эксперты Авитоавто. Средняя стоимость автомобилей с пробегом увеличилась за минувший год на 7% и составила 300 тысяч рублей. Увеличение цены произошло как по причине повышения спроса, так и из-за колебаний курсов валюты, связанное с ними увеличение издержек большинства игроков авторынка. По данным аналитиков, большинство покупателей отдают предпочтение автомобилям среднего класса и малолитражкам. На третьем месте по популярности – кроссоверы. Их выбирает 20% жителей региона. Производители муки и хлеба Новосибирской области получат федеральную поддержку. Такое решение приняла Комиссия Федерального собрания страны по перераспределению бюджетных ассигнований. Новосибирской области выделят почти 62 миллиона рублей на компенсацию производителям муки, в части затрат на закупку продовольственной пшеницы. Еще 45 миллионов получат предприятия хлебопекарной промышленности в счет компенсации понесенных расходов по производству и реализации хлеба и хлебобулочных изделий. Высаживать детей из автобуса теперь нельзя. Такое решение приняли после инцидента, произошедшего 9 января с новосибирским школьником. Тогда мальчик не смог оплатить проезд, и кондуктор отправила его в мороз добираться пешком. После огласки конфликта работника автопарка уволили. А всем перевозчикам Новосибирска направили официальное письмо из мэрии о новом порядке предоставления услуг по перевозке школьников зимой. В ближайшее время руководители проведут личные беседы с водителями и кондукторами. Теперь в период с 1 ноября по 31 марта школьников в случае отсутствия средств на проездной карте высаживать из общественного транспорта нельзя. В беде не бросят. Дежурные экипажи оказывают помощь людям, попавшим в беду на федеральной трассе Р-255 Сибирь. Сильный мороз на участке трассы, проходящем через Болотненский район, а это более 53 километров, работает автомобиль, укомплектованный теплыми вещами и средствами согрева. Патрулируем дорогу, смотрим, людям помогаем, если машина сломалась, например. Машина стоит на обочине, подъезжаем, помогаем, спрашиваем, что случилось. Если нужна помощь, то отогреть, отогреваем. К себе в машину приглашаем, чаем напоим. Потом у нас теплая одежда есть, ну если нужна, теплая одежда есть. Зимой возрастает вероятность аварийных остановок автотранспорта. Мороз такие ситуации быстро становятся критическими. Экипаж спасателей дорожников помогает людям, попавшим в беду. Клиенты, ну скажем так, несознательные водители, наверное, ну либо несчастливые, которые попали, машина сломалась, у которых бывает топливо перемерзло, как бы всякое же в жизни бывает, мороз все-таки нешуточный у нас. Так что помогаем, выручаем. При температуре от минус 22 градусов дорожная спецтехника работает на федеральной трассе в штатном порядке. Каждые два часа объезд участка. При необходимости задействуют резерв. Обратиться к водителям, все-таки когда вы езжаете в сильный мороз, на дальние расстояния, будьте машину свою проверьте, чтобы был комплект теплой одежды тоже. Понятно, что вам помогут, но на себя тоже надо рассчитывать. Ну и в случае чего звоните 112, единый телефон. Также в помощь автомобилистам в Новосибирской области на региональных трассах организованы пункты обогрева. И все же специалисты МЧС рекомендуют при температуре воздуха ниже минус 25 градусов воздержаться от поездок на дальние расстояния. Ирина Шатрова, Сергей Филонов, Новости ОТС. Сегодня одна из самых значимых дат в истории Новосибирска. Ровно сто лет назад Новониколаевск стал столицей Советской Сибири. 14 января 1921 года бюро РКПБ решило перенести Сибривком из Омска. В городской корпус, ныне Кривический музей, переехали такие организации, как Сибнархоз и Чусоснабарм. Так называлось управление по снабжению Красной армии и флота. В Новониколаевск перевезли чиновников, которые отвечали за образование, транспорт, сельское хозяйство, а также редакцию газеты «Советская Сибирь». Но переезжали постепенно, в городе просто не хватало жилья на всех. Через полгода уже образовали Новониколаевскую губернию и запустили прямой скорый поезд до Москвы. Все это оказало огромное влияние на развитие города, который уже через 15 лет за темпы роста назвали «Сибирским Чикаго». Второй и заключительный матч укороченной домашней серии сегодня вечером проведут хоккеисты «Сибири». Соперников у команды Николая Заварухина «Кунглунь» «Ред Стар». Друг с другом команды встречались всего неделю назад в Подмосковье, где базируется китайский клуб. Победу одержали «Сибиряки», разгромив соперника 6-1. Предстоящий поединок станет последним между командами в нынешнем сезоне. Статистика перед матчем полностью на стороне хозяев. «Сибирь» продолжает борьбу за плей-офф, в то время как «Кунглунь» попросту доигрывает сезон. Китайская команда занимает 11-е место на Востоке, отставая от «Сибиряков» на 15 очков. У гостей четырехматчевая серия поражений, два из которых от Амура в Хабаровске, случилось уже после упомянутого разгрома от «Сибири». Что касается других личных встреч, в сентябре «Кунглунь», играя в совершенно другом составе, уступил в Новосибирске 4-5, а в ноябрьском матче на своей территории одолел подопечных Николая Заварухина 1-0. Чем обернется заключительный раунд сибирско-китайского противостояния, узнаем уже вечером. Прямая трансляция «Поединка» на ОТС в 19.10. В Черепаново сегодня подведут итоги проекта по модернизации системы теплоснабжения. Вместо старых угольных котельных там появилось 8 современных газовых. Проект стал возможен после успешной реализации аналогичных инициатив в ВАБИ и Маслянина. Тогда все работы были закончены в срок, и область получила дальнейшее федеральное финансирование. Построены корпуса, были заминки в доставке оборудования, но их удалось разрешить. Сейчас запущены все 8 котельных. Так как заменялись еще и коммуникации, газу удалось подключить не только промышленные объекты и многоквартирные дома, но и большое количество домов частного сектора. Но сегодня город полностью ушел от угольного и мазутного отопления. Газета на все времена. Актуальная, интересная, полезная. Новостями сельских будней районка делятся с читателями на протяжении 85 лет. Накануне журналисты отметили День российской печати. О том, как работает Сдвинская редакция, в праздник расскажут мои коллеги. Сдвинский сельский труженик выглядит примерно так. Главный редактор, менеджер по рекламе и корреспондент. С утра в редакцию кипит работа, идет сбор информации. Вот такой вечный двигатель. Остановиться, значит, нечем будет заполнить следующий номер. Да, да, это очень интересно. Природа, да, да, да. Очень хорошие тематические страницы. Трудно перечислить все темы, которые поднимает районка, освещая проблемы аграрного и социального сектора, воспитания, благоустройства, культурной, спортивной и общественной жизни. Каждое событие, в нем участвуют наши знакомые, друзья, коллеги. И поэтому действительно нужно называть фамилии, нужно писать о людях, об их достижениях, успехах. И я думаю, что это будет интересно всем. Татьяну Перемыкину в редакции застать трудно. Только что вернулась с заданием. Говорит журналиста, ноги кормят. Я люблю работать с людьми старшего возраста. Люблю слушать, какие они мудрые, какие они веселые, жизнерадостные. У них неиссякаемая энергия. Когда выходишь от них, по-другому смотришь на жизнь. Жизнь играет другими красками. И я им благодарна за их мудрость, за их советы. Отдельная полоса газеты «Реклама» рубрики «Куплю, продам», объявления, поздравления – это вотчина Валентины Дудуковой. В основном приходят, это я продам. Куплю – продам. Куплю – меньше – продам в основном. Сейчас зимой поменьше, сейчас ближе к весне, тогда уже будет побольше продам. Начнутся продажи квартир, машин. Скромная газета на восьми листах давно стала членом семьи большинства жителей района. И в век интернета районка по-прежнему актуальный источник информации. Она в районе необходима, без газеты все, район пропал. Потому что, ну я понимаю, что сейчас интернет, много всякой разной информации, но в основном мы из газеты все черпаем, с нашей, с местной. Потому что о наших людях может только наша газета написать. Выписываю, конечно, читаю. Знать, конечно, что творится у нас в России, в районе, у нас в деревне, на селе, конечно, обязательно нужно знать все новости, что пишут, и как люди живут, и обо всем. Все читаем, от корочки до корочки, объявления, новости, все читаем. Ну а как, пенсионерам, у них интернета нет, новости местные нужны. Работники редакции полны творческих замыслов, и опускать планку качества не собираются, напротив, поднимать выше и выше. Дмитрий Белькевич, Галина Распопина, Сергей Шевченко, новости ОТС. В кинотеатре «Победа» открылась выставка «Дымящееся зеркало». В двух залах Белой галереи представлена работа художника Владимира Мартынова. Это цифровые картины на металле или на деревянных досках. Автор делал их, работая в Мадриде и Новосибирске. А к абстрактным картинам Мартынов обычно не дает названий, предлагая зрителям увидеть в работах что-то свое. Не зря в заглавии выставки есть слово «зеркало». Владимир Мартынов признанный мастер. Его работы известны как в России, так и за рубежом. В Новосибирске, по словам художника, абстрактное искусство сегодня интересно в первую очередь молодой аудитории. Многие вот молодые зрители приходят, им это интересно. Они с интересом, может быть, пожилые, более так отстраненные, они не готовы к абстрактному. А новое поколение, оно, в общем, более открыто к информации. И не боится рассказать, что у меня вот были вот такие образы. Им это интересно. И на этом у меня все. Развитие событий в следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...